Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодняшнюю тему я решил посвятить процессу стройности или нормализации массы тела. В этой передаче я хочу рассказать не только о тех продуктах, с помощью которых можно обрести стройность, но и также о подводных камнях, которые подстерегают человека, желающего сбросить лишнюю массу тела и стать стройным. Но первое, очень важно это понимать, что ты хочешь. Если мы говорим о похудании, то само это слово плохое, от слова «худо». И в итоге у нас ничего не получается хорошего со стройностью. Мы не стройнеем, а так просто-напросто мучаемся, дергаем себя, сидим на различных диетах. И в итоге ничего не получается, а более того, мы после них расстраиваемся и еще больше полнеем. Так вот, на передаче Малахова Плюс я встречался с десятками людей, желавшими стать стройнее. Часть из них потерпели неудачу, несмотря на многочисленные попытки, и разочаровались. Это примерно 8, а то 9 человек из 10. И только час из них. 1-2 человека из 10 успешно реализовали программу нормализации массы тела и наслаждаются новыми ощущениями от стройного тела и иными составляющими полноты жизни, связанной с новым стройным телом. Естественно, встает закономерный вопрос, чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить? Главное, сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь. Да, попытки есть успешные. Человек сбрасывает 10, 20, 30, 40 килограмм и более веса. Ну, там, за полгода, за год, за три года. А потом, все это как-то незаметно возвращается. В чем же здесь ошибка? То есть, встает закономерный вопрос, с чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь? Очень интересный вопрос. А секрет заключается в том, что упор делается не на основной процессе стройности, а на второстепенное. Именно это и приводит нас к ошибкам. Основное, оказывается, это работа с сознанием, которое у полного человека ущербно. Или располневшего человека ущербно. Оно вышло из-под контроля. Опирается на неправильные жизненные ориентиры. Неправильно настроено и прочее, прочее, прочее. Например, не получая нужных положительных впечатлений, от общения, самореализации, интимных отношений и иного, человек подменяет их наслаждениями от еды. А раз он получает их наслаждениями от еды, естественно, незаметна или заметна масса тела его возрастает. А вместе с ней и будущие болезни, такие как сахарный диабет, проблемы с суставами, желудочно-кишечные заболевания и прочее. А вот обращается внимание на второстепенные особенности процесса стройнения. А что это за второстепенные такие особенности? Это, как правило, человека запутывает, причем преднамеренно запутывает, бесконечным количеством диет и методов сброса веса. То популярно там американская, то популярно белковая, то популярно кремлевская, то популярно безжировая, то популярно безуглеводистая, то еще какая-то и так далее, и так далее, и так далее. Все это занимает определенное время, после которого, после этой диеты, надо возвращаться к обычной жизни. То есть к привычному питанию, а главное, к прежним пищевым пристрастиям и застольям, которые так широко у нас приняты. Без застолья жизнь, знаете, как бы не в радость. И вот тут-то все, что было сброшено с большим трудом, быстро, порой невероятно быстро возвращается вновь, а потом еще добавляется сверх этого и новые килограммы. Следует ли этим делом заниматься? Вообще в процессе стройности следует уважать особенности собственной индивидуальной конституции. Такая пословица существует. Худая корова не будет выглядеть стройной, как лайк. Согласитесь с этим. Если могучее телосложение, человек просто может обрести свою форму тела в этом большом, могучем телосложении. Но не стать какой-то там худышкой, которая сейчас модна там 90-60-90. У каждого человека свое, собственно, идеальное телосложение. И вот к нему-то и надо стремиться. Именно оно дает состояние полноты ощущения здоровья. А отклонение от идеальных параметров в угоду моде или чему-либо другому вызывает внутренний дискомфорт, накопление внутреннего негатива, а потом прорыв его в виде того или иного срыва. Как право пищевого срыва или эмоционального. Значит, человек переедает, настроение у него плохое, депрессия и прочее, прочее. Зачем надо такое постройнение? Стройнить надо так, чтобы это укрепляло здоровье, а не разрушало его и не приносило дальнейший вред. Ах, сколько этого вреда приносят следования различным глупым бездумным диетам. Процесс нормализации массы тела многогранен и должен приносить вам удовлетворение и даже радость. И это, запомните, неоднократное мероприятие, определенный образ жизни до его самого конца. Это и вкусное питание, ведущее к сбросу, нормализации, закреплению веса на наилучших для вас показателях. Это и достаточно общая физическая активность, которая позволяет поднять и нормализовать обмен веществ. Дополнительно нужна специальная физическая нагрузка и упражнение, которое позволяет сбрасывать жир с тех или иных проблемных частей тела. Живота, ягодиц, бедер, подмышек и прочего. Это и разного рода процедуры, мероприятия по поддержанию себя в прекрасной духовной и физической форме. Это разного рода очищения, водные банные процедуры, профилактические голодания и многое иное. Важно понимать, с чем человек столкнется при нормализации массы тела. С чем он будет бороться. Оказывается, главное в процессе нормализации массы тела – это самодисциплина и самоконтроль. Это надо выработать в первую очередь. А это уже работа с сознанием, со своими привычками и не только пищевыми привычками. Это уже работа с чертами характера и даже мировоззрением. Вам надо изменить мировоззрение, чтобы вы не думали, что вы живете для того, чтобы есть. На самом деле, вы едите для того, чтобы жить красивой, полноценной, здоровой жизнью. В процессе которой вы самореализуетесь и растете, как духовная личность. Процесс нормализации массы тела – это постоянный поиск мотивов и стимулов для продолжения процесса постранения и закрепления его результатов. Почему? Происходят ошибки. Человек сбросил вес, да, все у него нормально стало, вот он такой. Дальше у него, как бы сказать, стимул пропал, вот, жизнь накатила на него вновь, и он начал опять то застолье с друзьями, то какой-то очередной праздник, то просто хочется вкусно поесть. И в результате все это перечеркнулось. Понимаете, надо выработать новый стиль жизни, новый стиль мировоззрения и мышления. Следует указать на типичные ошибки в процессе нормализации массы тела и к чему они могут приводить. В процессе нормализации массы тела надо опираться на физиологические процессы, а не броские статейки в журналах и газетах. А физиологические процессы говорят о том, чтобы произошло снижение массы тела, надо увеличить движение, то есть расход энергии, и уменьшить калорийность питания, поступление энергии в организм. Далее, после достижения желаемого результата, оба процесса расхода и поступления энергии надо уравновесить и стабилизировать свое идеальное состояние. И делать это придется вам всю оставшуюся жизнь. Иначе вес поползет вверх. Пищу надо подбирать такую, чтобы она несла здоровье и была полноценной. Ее побочное действие выражается в сбросе веса, но не специальная пища для сброса веса. А со здоровьем как-то уж получится, это уже не имеет значения. Запомните это. Если же придерживаться таких продуктов, которые направлены на сброс веса, то это со временем отражается на состоянии здоровья, белковой диеты, отсутствия клетчатки и прочее. Часто смена диет, седение на различных продуктах приводит к быстрому разглаживанию, обмена веществ и энергии в организме. Организм пугается и отвечает на все эти действия ваши по стране, стойким нежеланием сбрасывать вес и еще большим его накоплением. Видите, что получается? Применение искусственной рвоты после приема пищи ведут к запреплению этого приема и анорексии с последующим истощением организма. Хочется следующая попытка сбросить вес быстро, но опять-таки надо учитывать свои особенности физиологии. Если все сбрасывается быстро, то возникает обвисшись кожи. В первую очередь, знаете, что весь процесс похудания, по стране, извините меня, сказывается на лице. Хочется, чтобы личико было полненькое, а животик впавший. Получается наоборот. Знаете, что получается? Глаза впадают, грудь отвисает некрасиво, а живот как был, так и остается. Поэтому для того, чтобы шло сжигание именно жировой массы и именно там, где вы хотите, здесь и питание надо учитывать, и специальное движение надо учитывать. И делать это плавно, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот тогда у вас и внутренние органы будут на своих местах. А то в процессе быстрого построения, такого, знаете, килограмм в неделю или там более, получается, что внутренние органы, не имея опоры, просто-напросто могут опуститься. И вместо чего-то хорошего принести вам проблемы со здоровьем. Поэтому только обдуманные, выверенные, последовательные действия ведут к успеху в сбросе лишнего веса, укреплению здоровья и даже продлению жизни. Вот что вам надо знать. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok